Уважаемые дамы и господа, наш эфир продолжает авторская передача Алексея Орлова, которая называется «Моя Америка». И у нас на связи автор передачи Алексей Орлов. Алексей, добрый день, здравствуйте. Добрый день, Толя. Добрый день, дорогие дамы, уважаемые господа. Вы знаете, чтобы рассказывать о чем-то, нужен повод. Журналисты говорят, нужен оперативный повод. И вот чтобы окунуться в историю, следует отталкиваться от событий, которые случились вот-вот вчера, позавчера. То, о чем я сегодня буду рассказывать, я был готов рассказать давно, но у меня не было оперативного повода. Теперь он появился. И вот почему. В четверг, 28 марта, совсем недавно, созданный при журнале National Review Institute, должен был вручить учрежденную им премию Уитекера Чамберса. Премия имени Уитекера Чамберса. Однако запланированное торжество не состоялось. Потому что сын Чамберса выступил против номинированного кандидата. То же, кстати, произошло и в прошлом, в 2018 году. И вот после второй неудачной попытки наградить лауреата, вице-президент журнала National Review Джек Фоуэр объявил, премия Чамберса ликвидируется, мы найдем другой способ почтить его память. Вопрос. Почему 82-летний Джон Чамберс выступил против номинанта премии, названной в честь его отца? И вот прежде чем ответить на этот вопрос, я уверен, следует рассказать об Уитекере Чамберсе. В конце 40-х, начале 50-х годов прошлого века его имя было на первых страницах газет. О нем знала вся Америка. Сегодня? Сегодня о нем знают единицы. В основном знают те, кто интересуется историей Холодной войны. И, в частности, советским шпионажем в Америке. Уитекер Чамберс был в центре этой истории. Америка узнала о нем 3 августа 1948 года. 3 августа 1948 года. До этого дня о корреспонденте журнала «Тайм Чамберсе» знали только читатели журнала. Но и читатели, и коллеги Чамберса понятия не имели о его прошлом. Узнав, открыли рты от удивления. Итак, 3 августа 1948 года 47-летний Чамберс выступил с показаниями в Комитете по антиамериканской деятельности Палаты представителей. Он рассказал о своем членстве в Коммунистической партии. Рассказал, что в течение многих лет был агентом советской разведки. И он назвал имена коммунистов, чиновников федерального правительства, которые, как и он, сотрудничали с советской разведкой. Одним из тех, кого он назвал, был Алджер Хис. Хис был высокопоставленным служащим Государственного департамента, любимчиком президента Франклана Дилана Рузвельта. Чамберс говорил о Хисе только как о коммунисте-подпольщике, а не о советском шпионе. Вызванный для показаний Алджер Хис категорически отрицал, что был коммунистом и сказал, что он не знает Чамберса. Итак, вопрос. Кому верить? Кому верить? Хису или Чамберсу? Большинство конгрессменов-членов Комитета по антиамериканской деятельности поверили Хису. Большинство. Все, кроме одного. Этим одним был 35-летний конгрессмен-республиканец из Калифорнии Ричард Никсон. Он был самым молодым членом Комитета и по возрасту, и по депутатскому стажу. Никсон поверил Чамберсу. Почему поверил? Об этом он рассказал спустя 14 лет в мемуарах «Шесть кризисов». «Six crisis» — это мемуары о шести кризисах, о самых важных событиях политической деятельности Никсона. Они были написаны задолго до Утергейта. Первое событие, первый кризис Никсон назвал так «Дело Хиса за Хис Кейс». Никсон пишет. Его насторожили слова Хиса «Я не знаю Уитекера Чамберса». Почему, удивлялся конгрессмен Никсон, Хис не заявил категорически «Я никогда не знал человека по имени Уитекера Чамберса». Почему он сказал «Я не знаю», почему он сказал «Я никогда не знал». Коллеги Никсона собирались прекратить выяснение, кому верить еще и потому, что большинство газет были за Хиса. Никсон в своей книге цитирует заголовок одной из газет. Заголовок гласил «Как комитет намерен выбраться из ямы, в которую сам себя закопал». Корреспондентка газеты «Вашингтон пост» Мэри Спарга сказала Никсону «Если вы не докажете, что Чамберс говорит правду, это дело поставит точку на деятельности комитета». В том, что следует верить Хису, а не Чамберсу, повторяли изо дня в день сотрудники Госдепартамента, которые были, как и Хис, демократами. Гарри Трумэн, президент, заступивший на свой пост в 45-м году после смерти Рузвельта, он считал, что нападки республиканцев на Хиса есть нападки на новый курс и назвал обвинения Чамберса отвлекающим маневром от текущих проблем. Трумэн призвал конгрессменов прекратить расследование. Ричард Никсон не согласился. Возможно, и Никсону не удалось бы развеять сомнения каждого, кто сомневался в продивости Чамберса. При личной встрече с глазу на глаз Чамберс говорил Никсону, что у него нет вещественных доказательств, которые могут подтвердить данные им под присягой показания в палате представителей. Но вот 8 октября того же года Хис обвинил Чамберса в клевете и потребовал через суд 75 тысяч долларов. И если Хис говорил правду, Чамберс мог остаться без годового оклада 25 тысяч долларов в журнале Time. Вот эти два обстоятельства позволили Никсону убедить Чамберса в необходимости найти доказательства. Долго искать доказательств не пришлось. Доказательства хранились на ферме Чамберса в штате Мэриленд. Это были 5 рулонов 35-миллиметровой пленки с документами Госдепартамента. Это были 65 машинописных копий документов Госдепартамента. И 4 записки, написанные лично Алджером Хисом. Все эти материалы были переданы Хисом Чамберсу и хранились в выдолбленной Чамберсом тыкве. 17 ноября все того же года тыквенные бумаги, так пресса и назвала pumpkin papers, тыквенные бумаги. Эти документы были представлены для опознания в Государственный департамент. 6 декабря Чамберс выступил с показаниями в очередной раз. И теперь уже говорил не только о хисе коммунисте, но и о хисе советском агенте. Хис был обвинен во лжи под присягой. Вопрос, почему на первых же слушанных в палате представителей Чамберс не предъявил документы, которые доказывали, что хис был и коммунистом, и советским агентом? Ответ мы с вами найдем в автобиографии Чамберса. Автобиография названа «Свидетель», «Витнес». Она была издана в 1952 году и мгновенно стала бестселлером. Чамберс пишет, он опасался, если расскажет о хисе все, что знает, то будет убит советскими агентами, и, возможно, будут убиты жена и дети. У Чамберса, дамы и господа, были основания опасаться. Уитокар Чамберс вступил в коммунистическую партию Соединенных Штатов в 1925 году, когда учился в Колумбийском университете. Он сотрудничал в университетской газете, писал прозу и стихи. В 1923 году студент Чамберс перевел на английский язык роман австрийского писателя Зальтена Бэмби. Этот роман стал всемирно известным, неоднократно экранизирован. Он публикуется до сих пор на английском языке в переводе Чамберса. Закажите этот роман на английском и увидите перевод Чамберса. И вот, будучи студентом, Чамберс читал, как и многие его сокурсники, коммунистическую литературу. В 1924 году он прочитал на работу Ленина «Очередные задачи советской власти». И ленинское сочинение открыло ему глаза, он пишет, на кризис среднего класса. Это была болезнь, писал Чамберс в автобиографии, которую коммунизм мог вылечить. Авторитаризм Ленина привлек Чамберса. Он, наконец, нашел свою церковь, стал марксистом. После университета Чамберс сотрудничал в коммунистических изданиях газеты «The Daily Worker» и журнале «New Masses». Он писал статьи на злободневные темы и писал рассказы. У него не было ни малейших сомнений, что коммунизм – это будущее мира. Он стал коммунистом-подпольщиком, сотрудником ГРУ. В начале 30-х годов он вошел в группу подпольщиков, которую возглавлял в Вашингтоне коммунист Гарольд Вара, постоянно и бывавший в Москве. Большинство членов группы работали в администрации президента Франклина Дилана Рузвельта. Чамберс координировал их деятельность и также был курьером между Вашингтоном и Нью-Йорком. В Нью-Йорк он доставлял документы Борису Быкову, которого возглавлял отделение ГРУ в Соединенных Штатах. Но со временем Чамберса стали овладевать сомнения о стране, на которой он работал. В сентябре 1937 года в Швейцарии был убит советский разведчик Игнати Рейс. В тот же год бесследно исчезла близкая знакомая Чамберса коммунистка Джульетта Пойнс. Пойнс исчезла, вернувшись из Москвы. Она вернулась разочарованной, увиденным и услышанным. Рассказывала коллегам, подпольщикам о массовых убийствах коммунистов в Советском Союзе. Чамберса приглашали в Москву несколько раз. Он отказывался под различными предлогами. В 1938 году Чамберс порвал с коммунистической партии и с ГРУ. Он перестал встречаться с каждым, кто что-либо знал о его деятельности. Он спрятался с женой и двухлетним сыном на ферме. Об этом были осведены лишь ближайшие родственники, которые понятия не имели, чем Чамберс занимался в предыдущие годы. У Чамберса не было намерения сообщить американским властям о своей шпионской деятельности и о советских агентах в государственных структурах. Однако заключенный в августе 1939 года мирный договор между Сталином и Гитлером убедил Чамберса, правительство Соединенных Штатов должно знать о советском шпионаже. В сентябре 1939 года американский журналист-антикоммунист Исаак Дон Левин познакомил Чамберса с Вальтером Кривицким. Кривицкий был высокопоставленным чекистом. Во время очередной командировки на Запад он решил не возвращаться в Москву и сдался французским властям. Ко времени встречи с Чамберсом Кривицкий информировал Соединенные Штаты и Британию о советских агентах в правительственных структурах этих стран. Кривицкий убедил Чамберса последовать его примеру. Левин организовал встречу Чамберса с заместителем государственного секретаря Адольфом Берли. Чамберс беседовал с Берли несколько часов. Он назвал имена 18 правительственных чиновников, которые были либо советскими агентами, либо симпатизировали коммунистам. Среди названных им были названы сотрудники Государственного департамента Алджер Кис, его брат Дональд Лоренс Деган, а также специальный помощник президента Рузвельта Локлин Кари. Специальный помощник президента был советским агентом. Адольф Берли выслушал Чамберса и довел до сведения президента все, о чем ему Чамберс рассказал. Реакция Рузвельта? Рузвельт отказался верить услышанному. Однако Берли посчитал необходимым информировать Федеральное бюро расследований. Он сделал это в марте 40-го года, но и ФБР никак не реагировало. В феврале 41-го года Кривицкий был найден мертвым в своем номере в гостинице в Вашингтоне. Полиция объявила самоубийство. Чамберс не сомневался. Кривицкого убили советские агенты. В этом не сомневался и Берли. Он снова напомнил Федеральному бюро расследований об информации, полученной от Чамберса. Дважды, в мае 42-го и в июне 45-го, ФБР допрашивала Чамберса. Агенты, советские агенты в правительстве США продолжали работать в свое удовольствие. Ситуация коренным образом изменилась в ноябре 1945-го года. В ноябре 1945-го американская коммунистка Элизабет Бентли явилась самолично в ФБР и рассказала о сотрудничестве с советской разведкой. Вот это-то, в конце концов, и убедило ФБР всерьез отнестись к информации Чамберса. Итак, 31-го июля 1948-го года Бентли предстала в палате представителей перед комитетом по расследованию антиамериканской деятельности. Через три дня, как мы знаем, 3-го августа, конгрессмены слушали в первый раз показания Чамберса. И, как мы с вами уже знаем, с его показаний начались неприятности Алджера Хиса. Хис не мог быть осужден за шпионаж, поскольку после его последней встречи с Чамберсом прошло более 10 лет и стек срок давности. В январе 1950-го года он был приговорен к пяти годам тюрьмы за дачу ложных показаний под присягой. До самой смерти в 1996-м году Хис отрицал, что был советским агентом. Но к этому времени, к 1996-му году, уже были опубликованы документы Веноны, программы по расшифровке депеш советской разведки. Венона доказывала деятельность Хиса как советского агента, и каждый из вас, дамы и господа, кто, скажем, не читает по-английски, может познакомиться с программой Венона в русском языке. Wait a second, wait a second, дамы и господа, wait a second, wait a second. Окей. Итак, дамы и господа, Ричард Никсон однажды сказал, если бы не дело Хиса, не было бы президента Никсона. Я вношу поправку в слова бывшего президента. Никсону следовало бы сказать, если бы не было Чамберса, не было бы президента Никсона. Никто иной, как Никсон, убедил Чамберса быть откровенным и ничего не скрывать. И в дни и недели противостояния Чамберса и Хиса о конгрессмене Никсоне узнала вся страна. Ранее о его существовании знали лишь жители Калифорнийского округа, избравшего его в 1946 году в Палату представителей. В ноябре 1948 года, в разгар слушаний в Комитете по антиамериканской деятельности, Никсон легко защитил свой депутатский мандат. В его округе даже не нашлось демократа, который бы решился противостоять ставшему знаменитым на всю страну конгрессмену. Через два года, в 1950-м, конгрессмен Никсон одержал победу в Калифорнии за депутатский мандат в Сенате. Еще через два года, в 1952-м, кандидат Республиканской партии в президенты Дуайт Исенхауэр выбран Никсона своим напарником, кандидатом в вице-президенты. В 1960-м, мы с вами знаем, Никсон проиграл президентские выборы сенатору-демократу Джону Кеннеди, а спустя 8 лет, в 1968-м, победил на президентских выборах. Президента Никсона погубило дело Хиса. Добившись разоблачения Алджера Хиса, Никсон восстановил против себя демократическую партию. Начиная с президента Трумэна, демократы считали, республиканцы ополчились на Хиса только потому, что он верой и правдой служил Франклину Дилану Рузвельту и всегда защищал рузвельтовский новый курс. Демократы никогда не простили Никсона, сыгравшего важнейшую роль в разоблачении Хиса. И когда в 1972 году начался Оутергейский скандал, демократы сделали все, что в их силах, чтобы изгнать Никсона из Белого дома. Не было бы Уитекера Чамберса, не было бы президента Никсона, не было бы Дилан Хиса, не было Оутергейта. Чамберс не дожил до победы Никсона на президентских выборах. 60-летний он скончался от сердечного приступа в июле 1961 года, когда страна все еще зачитывалась его мемуарами свидетель. Чамберс был одним из лучших авторов в созданном Уильямом Бакли журнале National Review. Решение журнала утверждить в 2017 году премию имени Уитекера Чамберса приветствовали не только сотрудники журнала, но и читатели. Как стало на днях известно, сын Чамберса, Джон, протестовал против номинантов 2018 года, 2019, и журналу пришлось ликвидировать премию. Вот так впервые, впервые с 1984 года, сын Чамберса оказался в центре внимания средств массовой информации. В 1984-м Рональд Рейган вручил 47-летнему Джону Чамберсу президентскую медаль свободы, которой президент нагрозил его отца за вклад в борьбу между свободой и тоталитаризмом. Рейган не раз говорил и писал, автобиография Чамберса «Свидетель» убедила его в то время демократа, который четыре раза голосовал за Рузвельта, убедила изменить свое отношение к демократической партии. И вот спустя 35 лет после встречи в Белом доме с Рейганом, 82-летний Чамберс выступил против номинантов премии, учрежденной журналом, с которой работал его отец и которым зачитывался Рейган. Кстати, дамы и господа, два года назад, уже нет, два, в 2017-м вышла прекрасная книга. Она называется «The President and the Witness», «Президент и свидетель». Это книга о Рональде Рейгане и Чамберсе. Книга с двумя биографиями под обложкой. И биография Чамберса, и биография Рейгана. Итак, Джон Чамберс, мы с вами уже знаем, протестовал против награждения в 2018 году английского политика Даниэла Хэннона и против награждения в нынешнем, 2019 году, Марка Джанаса. Хэннон был номинирован за инициативу по выходу Британии из Европейского Союза. Джанаса номинировали за требование прекратить в штате Иллинойс вычитать деньги в профсоюзную казну из зарплат штатных работников, не являющихся членами профсоюза. И его решение, это, конечно, знают жители Чикаго, поддержал Верховный суд. Так вот, по мнению Джона Чамберса, его отец был бы против выхода Британии из состава Европейского Союза и был бы на стороне профсоюзов в вопросе взымания денег со всех работающих. Мы с вами, дамы и господа, мы можем только догадываться, что думал бы об этом отец Джона Чамберса, Уитекер Чамберс. Интересная деталь, дамы и господа. Итак, Рональд Рейган наградил посмертно Уитекера Чамберса президентской медалью свободы. А в 1937 году, все еще живой, Уитекер Чамберс получил Орден Красной Звезды за заслуги перед советской разведкой. На этом я заканчиваю монолог, дамы и господа, будет небольшой перерыв на рекламу, не покидайте наше радио, я вернусь к вам через несколько минут. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова